В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Большая вода. В городской администрации обсудили готовность Самары к паводку. Чтобы помнили, в преддверии Дня Победы в парке металлургов ветераны Великой Отечественной и школьники вложили цветы к вечному огню. Не только чисто, но и красиво. На Морском проспекте покрасили бордюры. Нет лоточной торговли. Порядок наводят в Октябрьском районе Самары. Все о войне. В квесте, посвященном Великой Отечественной, приняли участие самарские школьники и студенты. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился в Москве с министром спорта России Виталием Мутко. Они обсудили подготовку региона к чемпионату мира по футболу и участие самарских спортсменов в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Особое внимание уделили развитию спортивной инфраструктуры. Виталий Мутко заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества по реализации программы развития спортивных сооружений. За последние три года в Самарской области построили больше 300 спортобъектов от крупных фоков до площадок при школах. Как идет подготовка транспортной инфраструктуры Самары к чемпионату мира по футболу, планирует увидеть помощник президента России Игорь Левитин. На встрече с Николаем Меркушкиным договорились, что после майских праздников помощник главы государства приедет в Самару с рабочим визитом. Также губернатор встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Вячеславом Володиным. Обсудили вопросы социально-экономического развития региона и выполнение указов президента России. В Самаре к паводку готовы. Пик разлива рек пока еще не пройден. Чтобы обезопасить жителей в каждом районе города, сформированы специальные комиссии. Сотрудники администрации ходят по адресам и рассказывают людям, куда обращаться в случае подтопления. Уже разработан план эвакуации жителей. Определен, как должны работать городские службы. Когда ждать большой воды, узнала Алина Чемерес. Пик паводка в Самаре ждут в ближайшие дни. Сейчас уровень воды в Волге почти 33 метра. Норма 28,5. Но причин для паники нет, заявляют городские власти. В Самаре к паводку готовы. Наиболее внимательными нужно быть главам Красноглинского и Куйбышевского районов. Здесь вода ближе всего к жилым строениям. Жители предупредили, если дома затопят, людей эвакуируют. Были объяснены, где у них будут пункты временного размещения. Есть договоренность со всеми главами районов, что в случае, если начинается у меня активное подтопление района, 450 койко-мест мы разворачиваем на территории района, на территории 8 школ. Еще обговорено, что в Кировский район мы везем своих жителей. И, соответственно, 2,5 тысячи человек, порядка 2,5 тысячи человек мы сможем разместить без привлечения каких-либо дополнительных средств. В зоне риска поселки Рубежный, Сухая Самарка, Волгарь. Преграждать путь в воде городские службы будут песком. Мешки заготовило муниципальное предприятие благоустройства. Дежурить на улицах будет спецтехника. В этом году налажена система городского оповещения. Территории, из которых эвакуируют жители, будут патрулировать полицейские, чтобы не допустить мародерства. Позаботиться нужно и о тех, кто не захочет покидать свои дома. У нас нет таких территорий, где дома будут затопливать по крышу. У нас будут затоплены в основном придворовые территории. Ни один гражданин из подтопленного дома, где только покрыты полы водой, не уйдет. Вот это будет специфика работы на подтопленной территории, что создать группу возле подтопленной территории, которая будет способна вывозить людей и доставлять их обратно. Либо там развернуть какие-то рядом мобильные торговые точки, для того, чтобы какие-то продукты питания, если потребуются. Каждый день уровень воды поднимается из-за сбросов Жигулевской ГЭС. Возможно, их объем увеличится. Для городских служб это не станет проблемой. В Самаре готовы отразить удар стихии. Рассчитываем, что не будет таких аварийных залпов сбросов. Но если вдруг они произойдут, я думаю, что у нас достаточно средств, сил, техники, чтобы справиться с этими сбросами. В докладе уже прозвучало, что МП благоустройство заготовило, необходимое количество песка, мешков, что техника тяжелая есть. Чтобы паводок не доставил жителям больших проблем, при городском управлении гражданской защиты создана оперативная противопаводковая группа, которая пристально следит за ситуацией. Районные власти о своей работе по борьбе с большой водой будут каждый день докладывать в городскую администрацию и управление МЧС. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Красные гвоздики и георгиевские ленты. Память павших в Великой Отечественной войне почтили в Самаре. Сегодня к вечному огню цветы возложили в парке Металлургов. Кировский район, в котором он находится, образован как раз в военные годы. Его жители внесли огромный вклад в победу. Так, на заводе «Прогресс» для фронта было изготовлено почти 12 тысяч штурмовиков Ил-2. Об акции вспомним наш подвиг. Репортаж Валерии Макаровой. Вечный огонь появился в парке Металлургов к 50-летию Великой Победы. С тех пор это стало традиционным местом – возложение цветов в преддверии 9 мая. Вот я, как участник войны, в этот день вспоминаю свой короткий боевой путь. Вспоминаю, кто за танком шел со мной рядом и дошел до Берлина. Но многие мои товарищи сложили головы на поля сражения. Помним всех, всех своих павших и чужих. Всю каждую семью ведь коснулось, каждую семью. Так что мы благодарны, конечно, им, что мы живы до сих пор. В парке Металлургов собрались несколько десятков человек. Бок о бок стоят те, кто своими глазами видел войну, и те, кто знают о ней из рассказов и учебников. Для молодого поколения такие акции особенно важны. Соприкоснуться плечом с теми, кто пережил ужасы военного времени, услышать рассказы из первых уст. Именно такие встречи помогают школьникам почувствовать себя гражданами, сформировать активную позицию. В районе достаточно серьезно работают над патриотическим воспитанием молодежи. И это показывает те мероприятия, которые проводятся. Мы сегодня возлагаем здесь цветы и почтим память тех, кто, соответственно, сыграл большую роль в этой Великой Победе. Эти школьники уже хорошо понимают, почему ветераны не могут вспоминать о войне без слез, и почему каждый год они приходят к вечному огню. Почтите память умершим родственникам, друзьям. Жалко людей, которые погибали за нас, за наше будущее в Великой Отечественной войне. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Майские праздники не повод расслабляться для самарских служб благоустройств. И хотя месяц генеральной уборки закончился, без дела водителям уличных пылесосов и малярам сидеть не приходится. Наводить лоз в городе будут весь май и все лето. В ближайшее время закончат с покраской дорожных ограждений, деревьев и бордюров. Как правильные цвета дорожных бортов делают жизнь проще, узнала Марина Кравцова. Казалось бы, мелочь всего лишь бордюр. Но именно такие нюансы создают уют и аккуратный вид города. На дорогах с оживленным движением, да еще и учитывая сезонные перепады температур, обновлять краску на бортах приходится ежегодно. Легко и быстро, будто по клавишам вортепиано, валиками по бетону проходятся сотрудники МП «Благоустройство». Меньше часа и довольно длинная разделительная полоса на Волжском проспекте вновь в цвете. Бордюр как жизнь. Белая полоса, темная полоса. Но с оптимистичным настроем. Светлые полосы в два раза длиннее, чем темные. На самом деле это не философская метафора. Такой контраст для безопасности. А крас зебры гораздо заметнее водителям. Обновленным бортам и чистые дороги. Усердно жужжит уличный пылесос. Сметает и убирает пыль на тротуарах. Это часть комплексного содержания дорог. В данный момент производится подметание тротуаров с увлажнением. Делается для того, чтобы было меньше пыли. Город был чище. Людям дышалось легче. Всего на вооружении муниципальных служб 28 пылесосов. Большие работают на дорогах, компактные на тротуарах и в труднодоступных местах. Чистят все районы днем и ночью. В этом году привести город в порядок успели быстрее. Опередили график на неделю, а где-то и на три. Работы продолжаются всегда. Это непрерывный цикл содержания автомобильных дорог. Сейчас подводятся последние штрихи. Производится докрашивание бордюрного камня, покраска деревьев. После майских праздников начнутся первые работы по покосу травы на газонах. За чистотой в Самаре следят ежедневно и во все сезоны. Летом свои особенности. Убирают и мусор, и пыль. На низком старте поливальные машины, которые мыть будут не только дороги и тротуары, но и остановки общественного транспорта. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. В Самаре продолжается борьба с незаконной лоточной торговлей. На улице Челюскинцев начали ликвидацию незаконно установленных павильонов. В рейд вышли и наши корреспонденты. Улица Челюскинцев Октябрьского района. Это место давно облюбовали уличные торговцы всех мастей. Разрешения ставить здесь свои импровизированные прилавки у них нет. Но это никого не останавливает сотрудники районного отдела потреб рынка. Здесь бывают не реже двух раз в неделю. Выписывают предписание, просят свернуть торговлю. Но спустя пару часов стихийный рынок возрождается, как птица Феникс. Сегодня мы проводим очередной рейд по ликвидации несанкционированной лоточной торговли. Это источник антисанитарии и незаконного обогащения предпринимателей. Это еще не полный список нарушений товара сомнительного качества без сопроводительной документации. Покупка превращается в русскую рулетку. Никогда не угадаешь, какой опасной стоят в себе с виду безобидные мясо и овощи. Отравление – не самый страшный финал. Местные жители к барышникам относятся с опаской. Очень некультурно, очень некрасиво. Я против. Есть специальные рынки, и нужно там и продавать. Здесь прям накалывают на 100-200 грамм. Это берут лишние, не довешивают. На каждого продавца, что торгуют, здесь нелегально выписывают штраф. От полутора до четырех с половиной тысяч рублей. Но не все согласны с таким решением. Я стояла там, внутри стояла. Туда никто не заходит. Вот, разгоните их вначале, потому что они все стоят и смеются еще над нами, кто в киосках торгует. Потому что сюда никто не заходит. В планах районной администрации полностью очистить район от лотков. Там, где сейчас исчезают и возникает вновь стихийный базар, откроют бульвар. Сергей Кизоркин, Илья Овсяников, Станислав Левин. События. Благоустройство города продолжается. Уборка территорий вокруг магазинов и кафе – задача их владельцев. Хозяйку одного из заведений в Октябрьском районе местные власти ставят остальным участникам в пример. Маленький островок земли она превратила в цветущий сад. Репортаж Сергея Кизоркина. Жительница Октябрьского района Юлия Романович шагает по жизни с девизом «Сделай мир вокруг прекраснее». Украшает цветами летний зал кафе, где по выходным отдыхает всей семьей. На очереди территория вокруг здания общепита. Нужно разбить клумбы и покрасить бордеры в сквере вдоль московского шоссе. Мы делаем для того, чтобы было красиво, уютно, чтобы наша Самара была красивая, чтобы люди приходили в наш парк и радовались. Хотим быть примером нашему городу, чтобы люди также около своих мест, где они живут, где они работают, где они отдыхают, тоже вот такую эстетическую вкладывали, такую нотку. Анна Чернышова открыла кафе в Октябрьском районе еще в нулевые, с тех пор всегда облагораживает территорию вокруг. Посадила каштаны, разбила цветочные клумбы, поставила беседку и детскую площадку. В прошлом году преобразился и сквер по соседству, появился новый газон, фонари и скамейки. Теперь у хозяйки кафе еще больше стремления поддерживать чистоту на вверенной ей территории. Я пришла, конечно, сюда 13 лет назад. Сквер был в запущенном состоянии, в очень неухоженном. И как предприниматели, как жители города, меня просто очень сильно порадовало, что в нашем городе такие перемены, что такую красоту наводят. И так сквер преобразился, стал таким уютным и красивым. Поэтому хочется соответствовать этой красоте. Разбивать газонную гладь решили цветочным раем. К посадке готовы почти 400 корней рассады. Чтобы сквер засиял всеми цветами радуги, флористам требуется помощь от местных жителей и всех желающих. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Помощь словом и делом. Донорскую акцию провели сам морские соцработники. Положенные 450 мл крови сдали больше 120 человек. Акцию провели в новом для себя формате с помощью мобильного комплекса заготовки крови. Подробности в нашем сюжете. Одного дня не хватило, чтобы принять всех желающих. Машина станции переливания крови уже второй раз приезжает к областному министерству социально-демографической и семейной политики. Раньше в день донора сотрудники сами отправлялись в центр переливания крови на Новосадовой. А сегодня испробовали новый формат. Станция приехала к ним. Это здорово экономит время, рассказывают соцработники. Удобно, все сделано очень хорошо. Я буду очень рада, если моя кровь кому-то поможет вернуть здоровье или провести успешную операцию. К мобильному комплексу заготовки крови вчера пришли более 50 человек. Сегодня желающих стало еще больше. Донорами стали порядка 70 сотрудников. Планировалось как бы одно количество участников. Ну и некоторые внепланово пришли. У нас даже подходили просто прохожие, а можно ли сдать кровь. Посетители, кто пришел в это министерство, тоже подходили и сдавали кровь. Акция соцработникам пришлась по душе. В министерстве уже задумываются о том, чтобы сделать ее традиционной. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. В каком году началась Великая Отечественная война? Сколько дней длилась блокада Ленинграда? И какие страны были союзниками СССР? Ответы на эти вопросы искали самарские школьники и студенты. В загородном парке прошел исторический квест «За мной, Россия». В чем суть патриотической игры, узнавала Лариса Шалафаст. До старта считанные минуты участники квеста студируют энциклопедию. Имена полководцев, даты самых важных сражений. Пригодиться может все. Для студентов это не только хорошая возможность интересно провести время, но и проверить свои знания по истории. Во-первых, мне интересно, наверное, как историку в первую очередь, потому что я планирую потом дальше пойти обучать детей. А, наверное, во-вторых, это на дань памяти, наверное, то, что мы должны помнить этот подвиг, который совершили наши прадеды. Исторический квест «За мной, Россия» приурочен к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Такие акции важны. Они помогают молодому поколению сформировать активную гражданскую позицию. В игровой форме больше узнать о подвиге своих предков, проникнуться чувством патриотизма. Познавательную акцию организует Всероссийское движение школьников и студентов. Она проходит в 45 городах страны. Всероссийский квест «За нами, Россия» очень важен именно в тематику погружения для патриотического воспитания молодежи, чтобы молодежь понимала, какие битвы проходили в Великой Отечественной войне, какой ценой нам досталась эта победа. В квесте принимают участие 8 команд. У каждой есть карта местности, где указаны пункты назначения. Ребята должны быстрее всех добраться до места и верно ответить на все вопросы. Задание может быть вопрос, вопрос-загадка, задание какое-то выполнение квест-игры. Победители патриотической акции получат туристическую поездку в один из городов-героев. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. А теперь коротко о других темах дня. Самарские полицейские предотвратили попытку сбыта героина заключенным. Силовики задержали около исправительной колонии мужчину с семью пакетиками героина, задержанному 34 года. Он приехал на автомобиль и планировал перебросить пакетик лицам, отбывающим наказание. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к сбыту наркотических средств. На Металлурге в непосредственной близости со стадионом запретили продавать спиртное в дни матчей крыльев Советов. Соответствующее распоряжение подписало правительство Самарской области. Также на встрече с главой города Олегом Фурсовым жители Металлурга вышли с инициативой усилить патрулирование территории около стадиона после матчей. По словам самарцев, фанаты устраивают застолье во дворах, а также используют общественную территорию как туалет. За неделю от укусов клещей пострадали почти полтысячи самарцев, каждый пятый из них ребенок. По сравнению с прошлым годом цифры выросли вдвое. Медики исследовали на инфекцию около 300 клещей, 43 из них оказались зараженными энцефалитом. На вирус боррелиоза также проверили более 300 клещей, 17 были инфицированы. В Самарской области от вредных насекомых обработают более 10 тысяч гектаров леса. Обработка леса наземным и авиационным способом проводится ежегодно. Она экологически безопасна и защищает зеленые массивы от насекомых-вредителей, которые могут нанести непоправимый ущерб. Во время профилактических мероприятий посещение лесных массивов и природных парков для граждан временно ограничивается. Пулеметная установка. В 40-е годы прошлого века высотой она была всего метр двадцать. За ними наши солдаты отбивались от огромных танков, фашистских тигров. Увидеть воочию военную технику и прикоснуться к истории предложили самарцам участники военно-патриотического клуба «Они сражались за родину». Выставка уникальных исторических военных экспонатов открылась в одном из торговых центров Самары. Подробнее расскажет Марианна Мирная. Мальчишки с азартом запрыгивают в старинные автомобили. Выставка с мужским характером привлекает и девушек. Фото на память в семейный архив о победе в Великой Отечественной. Мужчинам интереснее винтовки и обмундирование. Я люблю всю технику, особенно военную технику. Здесь как посетитель я. Подошел посмотреть просто. Лежит автомат и нарядился. Все экспонаты кропотливо собирает военный патриотический клуб. Они сражались за родину, по деревням, лесам и даже мусоркам. В умелых руках старая железяка преображается и становится символом истории Великой Отечественной войны. Додж, который стоит за моей спиной, его даже не пригнали, а привезли в разборном виде за Байкалье. То есть это просто валялось все это в степи. Из трех машин собрали две заново. Пополняется с тяжелым, с трудом. Но вот недавно нам завод «Салют» подарил очень интересную единицу. Это миномет 82-х метровый, который был найден в здании Мелинцы рядом с домом Павлова знаменитой. Пушки, пулеметы, машины, автоматы, гранаты выставкой забилуют военными экспонатами. Во время Великой Отечественной войны над лесами Белоруссии пролетал наш самолет Ил-2, который сбили фашисты. Белорусские партизаны, недолго думая, нашли этот самолет и разобрали. Нашли пулемет, который остался в рабочем состоянии и собрали вот такое настоящее партизанское орудие. Увидеть и потрогать уникальные экспонаты можно до 7 мая, после чего техника отправится готовиться к параду, который пройдет в День Победы. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. В эфире телеканала «Самаргиз» продолжается новый проект кулинарное шоу «Болгарский перец». Название программы не случайно. Именно в этом году отмечается 50-летие улицы Старозагоров в Самаре и 140-летие русско-болгарской дружбы. Ведущая Марианна Мирная вместе с гостями готовит блюда болгарской кухни. В этот раз в гостях настоящий кровный болгарин. Владимир Гальченко, заслуженный артист России, оказался внуком первой волны эмиграции. В процессе приготовления южноевропейской мусаки Владимир Гальченко расскажет о стране роз и помидор и откроет тайну, кто такой Байганю. 9 мая в 19 часов на площади Куйбышева в честь 71-й годовщины Победы пройдет праздничный концерт. У Победы лица молодые. Перед самарцами выступят группы «Крэйзи Джамп», «Шесть океанов», группа «Стопа Фаренгей», «Тору», группа «Серьга» и многие другие. А в 22.30 гости праздника увидят фейерверк, который пройдет под музыку военных лет. Также праздничные салюты можно увидеть на стадионе «Энергия», в поселке Красная Глинка и на площади УДК «Нефтяник». В связи с репетицией и проведением парада 8 и 9 мая в центре города будет ограничено движение автотранспорта. С 8 утра 8 мая по улице Молодогвардейской от Студенческого переулка до Вилоновской. Вечером того же дня перекроют улицу Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта. С 8 вечера 8 мая на сутки будут перекрыты улицы Вилоновской от Галактионовской и Некрасовской до Фрунзе. А 9 мая Максиму Горького от Красноармейской до Вилоновской. Впереди новости спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Волейболисты разыграли куба главы города. «Самара» сражается за бронзовые медали Баскетбольной Суперлиги. Баскетбольная «Самара» продолжает борьбу за бронзовые медали Суперлиги. До трех побед сыграно уже два домашних матча с Пермской Пармой. Пока счет в серии ничейный 1-1. Первая игра осталась за хозяевами паркета 87-73. А вот во второй преимущество было на стороне Пармы. 78-75. Борьба за медали продолжится в Перми. Если там не определится победитель, то решающий седьмой матч пройдет в Самаре 10 мая. Мяч, сетка и скрип подошв. В МТЛ-арене прошел финал городских соревнований по волейболу среди школьников. Девять сильнейших команд разыграли куба главы Самары. Путь на пьедестал почета получился тернистым и долгим. Соревнования у нас проходят из двух этапов. Первый этап – это у нас внутри района уже проведены соревнования. Участвовало 147 команд. Более около двух тысяч детей принял участие. Естественно, победители районных соревнований у нас вышли в финальную часть. Финалистов разбили на три подгруппы. Победители разыграли призовые места между собой на визноплощадке. Качественный паркет, большой спортзал и трибуна с болельщиками не испугало спортсменов. Это только сыграло им на руку. Тут намного больше, много места для простора. Разбег из зала-то так же. У нас школа не позволяет так. Не так много места, не так много возможностей. Но размер полей такой же, сетка так же нормально, можно играть. Победители разыграли. Страсти кипели нешуточные. От подачи до набранного очка могут пройти считанные мгновения. Любая ошибка стоит победой секрет успехов, сыгранности и самообладания. Нужно держать себя в руках, поддерживать команду, когда уже нет силы самой. Без наград никто не ушел. Победители и призеры получили заслуженные медали. Все участники – грамоты. Но главный приз, эмоции и впечатления волейболисты подарили себе сами. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Но будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА